Сегодня мы с вами продолжаем рассказ о второй главе монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», которая посвящена рассмотрению конструктивных особенностей различных видов струнного транспорта. Во второй части главы речь идет о подвижном составе, технологии строительства SkyWay, а также приводится технико-экономическое сравнение различных транспортных систем. Движение подвижного состава по путевой структуре производится с помощью колес, через которые осуществляется токосъем и запитка привода электрической энергии. Приводной агрегат экипажа может быть выполнен в следующих видах. Двигателя вращения с передачей вращения по меньшей мере на одно колесо, например, роторного электрического двигателя, двигателя внутреннего сгорания и тому подобных, электрического или иного мотор-колеса, линейного электродвигателя, воздушного винта с передачей вращения на него от электрического или иного двигателя, а также газовой турбины. Из приведенной классификации видно, что лишь один тип приводного агрегата может быть чисто электрическим – линейный электродвигатель. Во всех остальных случаях возможен неэлектрический привод, применение которого будет определяться, исходя из экологических, экономических и иных соображений. Например, в неосвоенных или малоосвоенных регионах, таких как пустыня, тундра, тайга, зона вечной мерзлоты, горные массивы и тому подобное, в отдельных случаях экономически целесообразнее будет использовать транспортные модули с двигателем внутреннего сгорания. В зависимости от формы корпуса, асимметричной для двустороннего движения и асимметричной для одностороннего движения, возможна различная компоновка колес подвижного состава. При высоких скоростях движения свыше 300 км в час, основные энергетические потери в струнном транспорте будут определяться аэродинамикой, то есть аэродинамическим совершенством формы корпуса транспортного модуля. Этого легко добиться, так как корпус не имеет выступающих частей, кроме узких колес. Для уменьшения массы колеса и исключения прохождения оси колесной пары через салон экипажа, каждое колесо имеет независимую подвеску и две реборды, фиксирующие положение колеса на рельсе. При высокой скорости движения экипажа очень важно уменьшить динамические нагрузки, обусловленные микронерованностями рельсового пути и его колебаниями. Для этого колесо может быть выполнено составным, и обод либо реборды в нем имеют возможность поперечного перемещения относительно рельса. Возможно также выполнение колеса с одной ребордой или вообще без реборд, как это сделано сейчас и демонстрируется в Экотехнопарке. Как мы уже объясняли в первом выпуске, электропитание подвижного состава осуществляется через контакт колесо-рельс. Оно будет эффективным даже при высоких скоростях движения, так как он не является скользящим, а в самом пятне контакта будут достаточно высокие усилия прижима колеса к рельсу. Далее в второй главе подробно описывается технология строительства струнных транспортных систем. Заранее изготовленную струну растягивают с помощью технологического оборудования до заданного значения и жестко прикрепляют ее концы к анкерным опорам. Промежуточные опоры устанавливают предварительно, либо в процессе натяжения струны, либо после натяжения. Струну натягивают либо целиком вместе с изоляционной оболочкой, либо последовательно по одному или несколько элементов струны. При осуществлении адресных проектов после установки промежуточных опор и натяжения струн по ним будет запускаться технологическая платформа, которая может самостоятельно перемещаться и жестко закреплять свое положение относительно опор. С ее помощью последовательно пролет за пролетом будет устанавливаться полный корпус рельса, фиксироваться в проектном положении и заполняться специальной бетонной смесью. Затем при необходимости будет смонтирована головка рельса, поперечные планки и выполнены другие работы, необходимые по устройству путевой структуры. Все эти работы легко поддаются механизации и автоматизации и могут выполняться круглосуточно в любую погоду. Благодаря этому будет обеспечена высокая скорость поточного строительства трассы Skyway, его низкая трудоемкость и себестоимость. Для устранения микронеровностей и микроволнистости рабочих поверхностей смонтированной головки рельса и ее поперечных беззазорных стыков возможно их сошлифовка по всей длине транспортной системы. Строительство струнных транспортных систем может осуществляться также с помощью специального строительного комбайна, когда струна и другие напрягаемые элементы рельса натягиваются не на анкерную опору, а на комбайн. Комбайн, двигаясь вдоль трассы с помощью шагающих ног опор, оставит после себя смонтированные промежуточные опоры с готовым рельсовым путем, которые при достижении анкерных опор прочно соединит с ними. В конце второй главы приведено подробное технико-экономическое сравнение различных транспортных систем, доказывающее превосходство технологий Skyway над всеми существующими и перспективными разработками, что сделает проект весьма привлекательным для инвесторов, а также для тех государств и компаний, которые будут разрабатывать и осуществлять реализацию проекта.